Добрый вечер о самом важном прямо сейчас в программе «Вовремя» в студии Наталья Храмова. Смотрите в выпуске. В Террасполе открылся очередной детский сад. Поздравить малышей и их родителей приехал президент. 32 миллиона рублей в специальный фонд. Государство гарантирует выплаты всем владельцам земельных паёв. А также Приднестровский республиканский банк отмечает 20-летний юбилей. Сегодня утром в Террасполе открылся очередной детский сад. 54-е дошкольное образовательное учреждение «Гнездышко» готово разместить 270 ребят. В торжественной церемонии поучаствовал и президент Евгений Шевчук. План набора в это «Гнездышко» выполнен практически наполовину. По словам местного руководства, к ним уже поступило 125 заявлений от родителей. Мы готовили садику, подготовили. Ребёнок уже умеет ходить на горшок, просится, держит ложку. Мы готовы к садику. Скоро здесь начнут работать 12 групп. Пять из них предназначены для детей раннего возраста, от года до трёх. Также здесь будут созданы две группы санаторного типа. Сюда будут определять часто болеющих детей. Это предполагается, что детей здесь будет не 20, а 15. Списочный состав. Мы планируем ввести диет питания со временем. А также планируем заключить договор с нашей поликлиникой, чтобы они предоставляли нам именно для этой группы детей свои услуги по лечебной гимнастике, по прогреванию. В этом саду всё новое. Гордятся педагоги и радуются родители будущих воспитанников. От современной мебели до окон и дверей. В учебных и спальных комнатах идеальная температура. 20 и 22 градуса соответственно. В пищеблоке и прачечной установлено новое технологическое оборудование. Считаю, что город преподнёс хороший подарок. Молодым терраспольчанам сегодня мы сдаём уже третий садик. 54-й на 14 групп. До этого был 17-й, 9 групп. И 42-й садик на 14 групп. Помимо этого мы переселили ещё административный аппарат с детского сада номер 49. Поэтому в общей сложности за год молодым терраспольчанам мы сделали 43 группы. Это больше, чем 850 мест. Между тем, по словам главы государства, работа по восстановлению детских садов продолжается. И не только в террасполе. С помощью Российской Федерации проведём ещё ремонт где-то в двух-трёх садиках. И таким образом в террасполе будет напряжение снято. Хочу сказать так же, что в понедельник-вторник будут выделены деньги и для других районов республики. Каждый район получит практически на ремонт ещё одного садика. Большие города, как Бендера и Рыбница, один-два садика получат денежные средства. И это только один из этапов работы по благоустройству сети дошкольных учреждений, подчеркнул Евгений Шевчук. Помимо этого, по словам президента, предстоит также обеспечить педагогов детских садов достойной зарплатой. Ольга Канцур, Егор Бекерский, Первый Приднестровский. И ещё одна информация в тему. По словам столичного мэра Андрея Безбабченко, в следующем году в городе откроют ещё 10 групп для детей дошкольного возраста. В них смогут принять ещё не менее 300 малышей. Напомню, ещё в начале этого года своей очереди в детский сад ожидало примерно полторы тысячи дошколят. 800 из них уже ходят в группы. Сегодня президент Евгений Шевчук провёл ряд рабочих встреч. Глава государства принял руководителей основных национальных общин республики, а ещё провёл совещание с руководством Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья. На встрече президента с руководителями самых многочисленных национальных общин, союзом русских, украинцев и молдаван, поднимались проблемы отсутствия необходимого количества учебной литературы на официальных языках, в первую очередь молдавском и украинском. Затрагивалась и тема консульского обслуживания граждан России и Украины, проживающих на территории республики. На встрече отметили важность активизации диалога между органами власти и общественными организациями. Мы, общественные организации, не должны быть общественными организациями отдельно от государства. Мы совместно должны строить нашу политику по развитию молдавского языка, всех трёх официальных языков, традиций, обычаев. В продолжении рабочего дня глава государства провёл заседание с руководством Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. В ходе встречи обсуждались вопросы деятельности госпредприятий, работающих в агропромышленном комплексе. Сегодня они нуждаются в финансовой поддержке. Главная задача, как отметил президент, запустить эти предприятия и загрузить их на полную мощность. Нужна модернизация, в первую очередь, оборудование, это новые технологии внедрения, это дополнительные рабочие места, которые мы организовали, то есть это специалисты, тоже самообучение их. Особое внимание уделили механизмам решения проблемы земельных паёв. Правительством уже подготовлены варианты решения этого вопроса. Мы должны отдать приоритет тем людям, которые живут на селе. Поэтому в этой части прорабатываются законопроекты, они не один, а несколько, которые мы хотим буквально уже в начале следующего года дать им жизнь. Подводя итоги совещания, президент отметил, что в следующем году также будут выделены средства на восстановление систем орошения, что позволит увеличить урожайность. Госпредприятия займутся овощеводством и переработкой продукции. На производствах также планируют отремонтировать холодильники для хранения овощей. Татьяна Коркина, Александр Савюк, Первый Приднестровский. Сегодня же глава государства осмотрел здание, где в скором времени будут созданы надлежащие условия для работы выездного консульского отдела посольства Российской Федерации. Как известно, в Приднестровье проживает порядка 170 тысяч граждан России. Многие из них сегодня стоят перед необходимостью обмена загранпаспортов российского образца, но сталкиваются с тем, что по несколько месяцев ожидают своей очереди. На данный момент для решения проблемы консульского обслуживания в Террасполе предполагается увеличить число сотрудников выездного консульского отдела посольства России. Этот вопрос, в частности, обсуждался во время недавнего рабочего визита президента Приднестровья в Москву. Президент Евгений Шевчук поручил правительству Приднестровья произвести выплату бюджетникам республики аванса в размере до 30% от начисленной в декабре 2012 года заработной платы. Выплаты должны быть произведены до окончания текущего финансового года. Такое поручение дано в целях создания более благоприятных условий для празднования Нового года и Рождества с учетом целого ряда выходных и нерабочих дней. Приднестровцы будут отдыхать с 30 декабря 2012 по 7 января 2013 года включительно. Кроме того, поручение выплатить бюджетникам аванс до наступления 2013 связано и с поощрением результатов работы за уходящий год. В Тирасполе прошло первое заседание комиссии, созданное правительством по итогам распределения российской гуманитарной помощи. Подробнее в следующем сюжете. На сегодняшнем заседании были утверждены направления расходования средств для городов и районов республики. Всего из России в Приднестровье поступило порядка 15,5 миллионов долларов. Часть из них будет направлена на ремонт и строительство детсадов. Впервые отмечали на заседании. На эти цели средства будут распределены по районам. Порядка 700 тысяч долларов получат Тирасполь, Бендера и Рыбница по 450 тысяч. С Лободзея будет выделено порядка 400 тысяч и по 200 тысяч долларов Каменки, Дубасарам и Григориополю. Есть острые потребности, например, в ремонте крыш. Или в том, чтобы провести газификацию в три детских сада в Рыбницком районе. Или в том, чтобы подключить горячее водоснабжение, потому что в 21 веке посещать детский сад и не иметь возможности помыть ребенку руки теплой водой, это, наверное, неправильно. До 25 декабря отметили на заседании района должны представить список нуждающихся в ремонте и реконструкции дошкольных учреждений. Другая часть средств гуманитарной помощи будет направлена на приобретение медицинского оборудования. Оно поступит в медицинские учреждения городов и районов республики, а также для создания диагностических центров в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Напомним, что цели расходования гуманитарной помощи определены правительством по поручению президента. Сегодня на сайте внешнеполитического ведомства Приднестровья появилось сообщение со ссылкой на пресс-службу МИДа России о результатах расследования инцидента 1 января 2012 года на миротворческом посту 9-й Левый в районе села Порыто. Напомним, тогда произведенные российским миротворцем предупредительные выстрелы привели к гибели гражданина Республики Молдова. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Лукашевич сообщил, что в основе расследования были объективные данные военных рапортов, свидетельских показаний и экспертных заключений. Следствие установило, что 1 января этого года российский миротворец применил оружие правомерно, так как была угроза жизни находившихся на посту военнослужащих. Следственный комитет Российской Федерации по Брянскому гарнизону вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении сержанта российской армии в связи с отсутствием состава преступления. Информация о прекращении дела была направлена Генеральной прокуратуре Республики Молдова 26 июля 2012 года. Ответы от нее так и не получили, однако в соответствии со сложившейся практикой она может не подтверждать получение информации от российской стороны, говорится в официальном заявлении МИДа России. И опять к сельскохозяйственной теме. Сколько арендатор должен платить жителю села за использование его земли? Расчет будет производиться деньгами или частью выращенного урожая, когда и как обладатель земельного пая сможет забрать свою землю, чтобы обрабатывать ее самостоятельно или передать другой агрофирме? По этими другим спорным вопросам предложено определиться самим обладателем земельных паев. На специальной рабочей группе решили организовать съезд крестьян Приднестровья, чтобы с учетом мнения жителей был решен земельный вопрос. Начиная с сентября специальная комиссия собирает предложения о том, каким жителям сел, как и сколько будут платить за использование их земельных паев. Сегодня сельчане интересовались, как учтут паи умерших жителей и будут ли у работников совхозов такие же права, как у бывших колхозников. О том, стоит ли выделять небольшие участки в отдельное хозяйство, тоже есть разные мнения. От того, что сегодня эти люди от одному землеполюсу отдадут в другое, у нас мы произойдем то, что в Молдове. Мы едем на Кишиньем и видим, как им приходится тяжело эти три гектара обрабатывать. А если бы это был массив, это было бы проще, но произвели раздел, сделали ошибку, мы не должны по этой ошибке пройти. Я думаю, что вопрос должен решаться в двух вариантах. Кто желает, конечно, кто желает и не имеет возможности обработать, пусть получает дивиденды. Но кто желает, должен быть выделен земельный паев в натуре, чтобы человек мог бы его обработать сам, передать в аренду и так далее. Вот основные предложения комиссии. Владелец земельного пая должен сам определять, что он получит от арендатора – деньги или часть урожая. Также он может и сам обрабатывать землю или передавать ее другому землепользователю. Право на пай должен иметь только тот, кто имеет непрерывный стаж работы не менее пяти лет. Но спорных вопросов еще немало. Чтобы при их решении учесть мнение жителей республики, предложено провести съезд крестьян Приднестровья. Решение съезда учтут в постановлении правительства. Так, наконец-то, появятся обязательные для всех правила. Не может крупный землепользователь пользоваться землей, принадлежащей отдельному пайщику, и не выплачивать ему дивиденды в натуральном объеме или финансовом объеме. Просто до сих пор это регулировалось только исключительно совестью самого крупного землепользователя. Теперь государство будет регулировать эти проблемы вместе с пайщиками. Планируется, что в январе появится уточненный список всех пайщиков. От их количества будет зависеть размер выплат, которые получат жители сел. Чтобы можно было гарантировать выплаты, государство создает специальный фонд. Пока это 32 миллиона рублей. Со следующего года в него будут перечислять деньги уже землепользователи. Степан Бугаев, Николай Беркиншток. Первый Приднестровский. Министерство финансов напоминает, до конца года заканчивается период действий налоговой амнистии. У тех, кто мог ее воспользоваться, но не сделал этого, до конца года есть время прийти в налоговые службы. Иначе придется платить значительный штраф. Как этого избежать, знает Степан Бугаев. Налоговая амнистия, объявленная полгода назад, касается тех, кто продал недвижимость или автомобиль с 2006 по 2009 год, но не заявил о полученном доходе. Чтобы не пришлось платить штраф, Минфин предлагает до конца этого года подать декларацию в налоговую инспекцию. В ведомстве объясняют это необходимо из-за тогдашних изменений в законодательстве. Это и коснулось, и ударило по людям, которые именно совершали эти сделки. И особенно по недвижимости, поскольку многие сделки совершались через риэлторские фирмы. То есть люди, в общем-то, и не были поставлены в известность, что им необходимо прийти в налоговый орган. Амнистия действует с начала лета и продлится до конца года. Если за это время люди не заявят о сделке, по закону это будет рассматриваться как сокрытый доход. Налог с него плюс штраф – это 36% от стоимости проданной квартиры или машины. А если зарегистрировать сделку, большинству граждан не придется платить совсем ничего. Для этого, собственно, и была разработана амнистия. Если имущество было у них в собственности более трех лет, они имеют право на полное освобождение от подоходного налога суммы полученного дохода. Полгода назад Минфин подсчитал, что с 2006 по 2009 годы около 10% сделок не прошли через налоговую. То есть люди не заявили о своем праве на освобождение от налога. За период амнистии их число сократилось, но значительному количеству людей еще стоит зайти в налоговую инспекцию. Прежде всего это касается тех, кто несколько лет назад продал свой автомобиль. Андрей Малеван и Степан Бугаев, Александр Левицкий, Первый Приднестровский телеканал. Сегодня в Министерстве здравоохранения подводили итоги уходящего года. Василий Гумен рассказал журналистам о том, что было самым сложным в 2012-м и поделился планами на будущее. На пресс-конференции побывал наш корреспондент. В 2012-м, как никогда ранее, активно проводилась работа по профилактике туберкулеза, рассказал министр. В общей сложности флюорографию прошло 62% населения республики. Выявлено 270 случаев. Это очень хорошее показатель. Он плохой, что мы их находим, но хорошее показатель в том случае, что мы сегодня диагностируем. То есть мы можем лечить в ранних стадиях. Кроме того, в перспективе разрешить проблему поможет открытие в Дубосарах дополнительного туберкулезного отделения на 50 койко-мест. В шести городах республики уже функционируют государственные аптеки. Василий Гуменный отметил, хотя ассортимент пока в них не самый широкий, но уже увеличен с 350 до 700 наименований. В государственной аптеке цены по-разному варьевают. А варьевают и от 5%, и до 20%, и даже до 40%. Это зависит от товара. Еще один положительный момент. В этом году закупили новое медицинское оборудование на 3,5 миллиона долларов. В два раза больше, чем в прошлом. Среди отрицательных – нехватка кадров. Одна из самых острых проблем в сфере здравоохранения. Причем речь идет не только о сельской медицине. В городах специалистов тоже не хватает. Василий Гуменный подсчитал, на данный момент нужна почти тысяча врачей. У нас катастрофа. Решить проблему, конечно, специалистов мы однозначно не решим, но решаем. По поводу сельского здравоохранения мы, конечно, очень много говорим с главой администрации, чтобы они в какой-то мере, во-первых, устраивали этих наших специалистов, предоставляли им жилые помещения, я имею в виду квартиры и так далее. В этом году принята государственная целевая программа «Скорая помощь». Лечение за пределами Приднестровья смогли получить более 800 человек, в том числе 135 детей. Госбюджет выделил на это 9 миллионов рублей, чтобы квалифицированную медицинскую помощь можно было получать, не выезжая за пределы республики. В 2013-м на необходимое оборудование потратят еще 3,5 миллиона долларов из средств российской гуманитарной помощи. Кроме того, само министерство ждет реформа. Скоро оно разделится на Министерство здравоохранения и отдельно социальной защиты. Татьяна Коркина, Наталья Храмова, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Они отмечают свой профессиональный праздник в самый короткий световой день, тогда как сами ежедневно дарят нам свет и тепло. Завтра день энергетика, о людях, благодаря которым каждый день в нашем доме есть электричество, расскажет Сюзанна Авакян. Для них понятие свет и тепло не просто слова, а каждодневный труд, порой длиною в жизнь, как, например, у Семена Переверзи. Его профессиональный стаж – 3,5 десятилетия. Столь долгий срок работы он объясняет очень просто. Я не люблю менять работу. Если начал, то я всегда работу довожу до конца. Сегодня на торжественном собрании сотрудников ЕРС и Днестр Энерго отметили – энергетика – это стержень экономики любого государства. А то, что приднестровская энергосистема сумела выставить в нелегких экономических условиях, говорит о многом. Энергетика – одна из единственных направлений, сфера деятельности, где все-таки есть положительная динамика роста производственных показателей. От ситуации в ней, от бесперебойной подачи электроэнергии зависит развитие экономики, социальной сферы, укрепление безопасности государства. Все ждали конца света, а они его отменили. И уверяют – свет будет до тех пор, пока за энергетическую безопасность страны отвечают неравнодушные к своему делу люди. Я в это не верила. Я знаю, что лампочка леча всегда загорелась бы. И когда я утром встала и зажгла лампочку леча, я знала, что наша энергетика победила и конец света. Порой мы не замечаем, насколько зависит наша жизнь от наличия или отсутствия электричества. Всего одним движением руки мы включаем свет, компьютер или телевизор. Но за всем этим стоит огромный труд людей, которые работают днем и ночью, в выходные и праздники, в жару и стужу. Для нас, для связи, для телевидения сначала было электричество. Потому что если не будет соответствующего напряжения в сети, упадут все телефоны, упадет вся связь, это вот то, что касается моей службы, упадет все телевидение. На торжественном собрании лучших энергетиков отметили грамотами и благодарственными письмами от президента. Сюзанна Авакян, Александр Чабан, Первый Приднестровский телеканал. Завтра 20-летие отметит и Приднестровский республиканский банк, а накануне праздничной даты в столичном дворце культуры прошло торжественное собрание. На нем побывала и наша съемочная группа. 22 декабря 1992 года. С этого дня началась история главного банка республики. Конечно, все это давалось непросто. Многое пришлось создавать с нуля. Учиться буквально в процессе работы, принимать решения, что называется, с колес. Безусловно, ошибок избежать не удалось. Но все же больше было удачи. В Приднестровье не было собственной валюты, поэтому в республику стали стекаться советские деньги. Завозили их вагонами и самолетами, организованно и нелегально. Из-за этого, вспоминают ветераны Центробанка, государство грозило гиперинфляция. Вспоминая то время, самый тяжелый период – это первые пять лет. Когда был обмен денежных знаков, когда привозили из других республик мешками, горы были, денег. Нужно было их пересчитать, обработать. Конечно, было тяжело. Ситуацию нормализовать удалось. И сегодня у нас есть собственная денежная единица, стабильность курса рубля и развитая банковская система. Сегодня Центральный банк государства проводит значимую работу по улучшению состояния экономики Приднестровья, направленную и на обеспечение устойчивости денежно-кредитной политики, и на создание привлекательных условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности. ПРБ сегодня – это отлаженный механизм, который работает на благосостояние нашего государства, подчеркнули здесь. И, конечно, в честь 20-летнего юбилея Центрального банка лучшие работники и ветераны получили цветы и заслуженные награды. Татьяна Сярова, Егор Бекерский, Первый Приднестровский. И еще на торжественном собрании сотрудников Центробанка распространили пресс-релизы, в которых говорится о том, что уже с 15 января в республике введут в обращение модифицированные банкноты. Дизайн и формат приднестровских рублей останется прежним, а вот количество степеней защиты добавится. О всех изменениях мы расскажем вам в другой раз. Сегодня в Рыбнице зажгли главную елку города. Сегодня здесь появились главные герои новогодних праздников – Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми они водили хоровод, пели песни, танцевали и просто веселились. И вот эти вот дети, их настроение говорит о том, что у нас все будет хорошо и безусловно мы будем делать все, чтобы в 2014 году все получилось. И я уверен, что вот те пожелания, которые будут высказаны в Новый год, это пожелания счастья, здоровья, удачи, успехов, они все сбудутся. И вот настает долгожданный момент. Зеленая красавица замерцала огнями под восторженные детские крики. Раз, два, три, елочка, огонь! Загорелись огоньки! Давайте поаплодируем все вместе наши елочки! Сегодня нам понравилось, очень и как бы у нас настроение хорошее. С наступающим Новым годом и что все мечты сбывались. Желаю всем счастья, здоровья и успехов в работе. И с Новым годом! Высота главной елки города составляет 18,5 метра, а нарядная она пробудет до середины января. А теперь о предстоящих на завтра событиях. Государственный театр драмы и комедии представит премьерный спектакль «Около любви» по пьесе российского драматурга Александра Коровкина. Сегодня прошла генеральная репетиция. Трогательная история любви откроет собой череду новогодних театральных премьер. В самом названии уже есть «Около любви», потому что тема всегда любопытная. Мы часто пробегаем мимо любви или желаемые. Почти все, наверное, желают ее, в общем-то, за редким исключением. Но не у всех удается ведь. Белорусский режиссер-постановщик Игорь Малов работал над сценическим воплощением пьесы. Мелодрама в двух действиях рассказывает историю людей, которые ищут свое счастье, но по воле случая проходят мимо него. Таков авторский замысел, сохранить который режиссер решил непременно. Любой режиссер всегда немного по-своему-то видит. Это невозможно видеть вместе с автором. Ты пытаешься его раскрыть, но по-своему, через свое мироощущение, через свое видение. И также еще есть видение актеров определенных, своих ролей, да? Потому что ты тоже это учитываешь определенным образом. Создается такой тандем, или нет тандем, или как угодно, ансамбль. Премьерный показ спектакля состоится 22 и 23 декабря, начало в 17.00. И еще одна тема, которую сегодня обсуждали без преувеличения всем миром. Конец света. Астрологи, экстрасенсы, колдуны и даже ученые-физики предсказывали нашествие на Землю всяческих бедствий. По разным версиям это должен был быть метеорит, наводнение, сильнейшие вспышки на Солнце и многое другое. Но все это так и осталось плодом воображения, по крайней мере, пока что. 21 декабря оказался совершенно рядовым днем, без громких преступлений, катастроф и катаклизмов. Разве что прибавил работы полиции и милиции, и дал поводы для шуток журналистам со всего мира. К примеру, репортер одной газеты так высказался о французской деревушке Бюгараш, куда приехали 200 туристов, чтобы спастись во время апокалипсиса. Если легенда не лжет, и сонная французская деревушка единственной переживет конец света, то население земли будет насчитывать 150 полицейских, 250 раздраженных репортеров со всего мира и 198 смущенных местных жителей. Ну а тем, кто все-таки прислушивается к предсказаниям древних, стоит вспомнить, что мая говорили не о конце света, а об окончании одного периода жизни человечества и начале другого. Накануне в чемпионате Молдовы по футзалу состоялся отложенный матч седьмого тура. Тираспольский «Сокол» ПГУ в родных стенах принимал одного из лидеров первенства – Кишиневский ЖЛК. О том, как развивались события в этом поединке, смотрите в традиционном спортивном обзоре. После поражения от ЖЛК в первом круге 1-7 Тираспольский «Сокол» ПГУ попытался реабилитироваться перед болельщиками в домашней встрече. С первых минут матча столичные футзалисты продемонстрировали самые серьезные намерения достичь положительного результата. В составе «Сокола» дублем отметился Владимир Гертли. Однако двух голов хозяевам не хватило для общего успеха. До перерыва в ворота терраспольчан было забито четыре мяча. Это футзал. Быстро в течение трех минут можно было их споймать. Не хватало. Два момента наш капитан не забивает. В таких сто процентов пустые ворота просто попадили с двух метров. Он бьет что один выше, что второй выше. Во втором тайме игроки ЖЛК стали действовать спокойнее как в обороне, так и в атаке. Хладнокровие обеспечило гостям двойное преимущество. Кишиневские футзалисты завершили поединок с крупной победой 8-2. Мы не умоляем заслуг ЖЛК. Они очень сильные команды. Недаром они идут на третьем месте. Следующий матч «Столичный Сокол» проведет также дома. В это воскресенье в рамках девятого тура терраспольчане примут кишиневский «Лекс-Макс». Юлия Сорокопут, Василий Рожкован, Первый Приднестровский телеканал. Первый Приднестровский представляет новый проект. Каждый день, кроме воскресенья, в 21.00 в эфире нашего канала передача «Итоги года». Сегодня, сразу после выпуска новостей, смотрите вторую программу из цикла «Важные культурные события 2012-го», «Интересные гости в Приднестровье», «Необычные зарубежные поездки наших коллективов». Не пропустите! Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде на завтра. По сообщению Гидромедцентра, 22 декабря ожидается облачное днем с прояснениями погода. Ночью и утром снег. Днем без существенных осадков. На дорогах снежный накат. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 10 до минус 12. Днем 7-9 ниже нуля. По северной республике ночью от минус 11 до минус 13. Днем также минус 8-10. Атмосферное давление выше нормы. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». В Новый год с «Фокстрот». Вот, вот это скидки! С 16 по 31 декабря в магазине «Фокстрот» новогодняя распродажа всей техники. Спешите! Еще больше скидок от магазина техники «Фокстрот». Например, телевизор «Тошиба» диагональю 32 дюйма. Всего за 4 399 рублей. Ждем вас по адресу. Город Террасполь, Центральная улица, 25 октября, 98. Телефон 7-2007. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго! До встречи на Первом Приднестровском, как всегда, вовремя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова